Кишинев больше не будет покупать газ у Газпрома. Об этом заявил министр энергетики Молдовы Виктор Парликов в рамках конференции в Бухаресте. Позднее, правда, он не исключил возможность таких закупок при условии, если цены не будут продиктованы политическими интересами Москвы. А пока страна нашла более дешевую альтернативу на европейском рынке, объясняет эксперт Сергей Тафилат. Согласно договору между Молдова Газпромом, в августе цена была 526 долларов за тысячу кубометров, в сентябре 568. Энергоком закупил уже половину запасов по средней цене 420 долларов. То есть где-то на 100-150 долларов дешевле, чем цена Газпрома. Толчком для перехода на другие источники стало значительное сокращение объема поставок голубого топлива Газпромом зимой прошлого года. В качестве аргумента концерн привел исторический долг правобережья. Тогда это решение застало Кишинев врасплох. Молдавские власти извлекли урок из этой ситуации. Все зависит от погоды. Я, конечно, не специалист по прогнозированию погоды. И вряд ли кто-то берется делать прогноз более чем на месяц. Поэтому, ну, исходя из опыта предыдущих лет по потреблению, нам этого хватит до половины зимы, до января месяца включительно. Кроме того, управление газотранспортными сетями Молдовы перешло от связанного с Газпромом Молдова Трансгаза к румынской компании и ЕБР. Однако Молдова по-прежнему покупает дешевую электроэнергию, вырабатываемую в Приднестровье. Предприятие, в свою очередь, использует голубое топливо, поставляемое Газпромом. Молдова могла бы покупать электричество на европейском рынке, но тогда тариф для населения увеличился бы на 15-20%, говорит эксперт. Ситуацию сможет изменить соединение электросетей Молдовы и Румынии. Над этим уже работают. Но есть и другая причина, по которой Кишинев продолжает покупать электроэнергию у Тирасполя. Некоторые специалисты считают, что это нужно, чтобы не допустить экономического коллапса в этом регионе, который существует только за счет бесплатного российского газа. Путин не хочет брать на себя вот эту политическую ответственность за создание гуманитарного кризиса в Приднестровском регионе. С другой стороны, через год, в декабре 2024 года, заканчивается транзит газа, то есть, вернее, заканчивается договор между Газпромом и Нафтогазом по поводу транзита газа через украинскую ГТС. Соответственно, после декабря 2024 года Газпром не сможет бронировать мощности через украинскую ГТС и не сможет доставлять газ в Приднестровский регион. То есть, так или иначе, мы подходим к сценарию того, что условно-бесплатный газ для Приднестровского региона заканчивается. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ответ заявил, что контакты между Газпромом и Молдовой продолжаются. Цитата. «Тем более, что у молдавской страны есть долги, есть споры относительно размеров этих долгов». Конец цитаты. Напомню, Кишинев не признает долг в размере 709 миллионов долларов, приписываемый ему газовым гигантам, и считает, что он был создан искусственно. После проведения независимого аудита молдавские власти заявили, что готовы вернуть всего 8,5 миллионов долларов.